Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью. Ролик является ознакомительным, никого не призывают к курению. Сигарета, от неё так много проблем. Дым оседает на одежде и волосах, а плохой запах изо рта не даёт себе нормально поговорить с друзьями. Ну и плюс ко всему, друзья вечно у тебя воруют зажигалки. Выход есть! Салют кискозёра! Сегодня необычный ролик, но всё же я предлагаю вам досмотреть его до конца, потому что я расскажу в нём, как я бросил курить сигареты и перешёл на Айкос версия 2.4. Так, чтобы приступить к распаковке Айкоса, нужно его сначала запаковать. Я использую Айкос уже полгода, и в этот видос входит не только распаковка её, но лайфхаки и мои переживания. И да, и собственно мой опыт. Так, ну начнём же с паковки. Вот эта штука, этот мешок не входит в комплект, мне его подарил мой друг, который работает в Айкосе. Не обращайте внимания, просто ну типа красиво смотрится. Так, такая коробочка Айкос версия 2.4. Открываем и сразу видим сам держатель. Выглядит он вот так вот. Крыжечка не родная, она тоже чёрная, должна быть. Просто я поменял, я же крутой, я должен выделяться. А этот цвет называется страстно-красный. Дальше идёт блок, зарядное устройство само. Выглядит оно вот так вот. Здесь две кнопки. Третья для того, чтобы открывать сам вот этот футляр. И зарядка, обычная тут дроида. Наклеечки я сам наклеил. Стильно, да? Стильно. Прикольно. Ещё в комплект входят инструкции, всякие ненужные на разных языках мира. Сам зарядник с кабелем. И вот такая штучка. Очень интересное приспособление для того, чтобы чистить Айкос. Это для колпачка. Вот для этой красной штучки. А это, собственно, для самого держателя. Чистится это вот так вот. Это АСМР-видео. И сегодня я вам покажу, как я чищу Айкос. Ладно, заигрался. Быстрый обзор прошёл. Кирюша здесь наложит динамичную музыку безвкусную. Я курил очень давно. Где-то лет 10. Люди столько не живут. И друг мне дал попользоваться на недельку бесплатно Айкосом. В общем, я такой, ну а чё? Денег на сигареты нет всё равно. Давай я покурю Айкос. Курил я его неделю бесплатно. И... Курил я его неделю бесплатно. И знаете, после этой недели попробовал закурить сигарету. И... Я не могу это больше делать. Что случилось? Я не могу затягиваться. Я чувствую привкус пластмассы. И все отвратные вещества, которые возникают при процессе, естественно, горения. Ну, то есть, когда ты поджигаешь сигарету и куришь. Как работает Айкос? Там... Блин, оно очень отрутительно грязное. Не буду вам показывать. Там стоит нагревающийся... Нагревающий элемент. Такое лезвие. Которое нагревается до очень большой температуры. В этот держатель вставляется табачный стик. Давай какого-либо суком. Прямо вроде. Туда вставляется стик. Табачный. Выглядит он вот так. Вот здесь на бак. Вот такой табачный стик. Итак, первый лайфхак. Когда вы вставляете в держатель табачный стик, возникают трудности. Он очень плохо пролазит туда. Когда вы применяете какие-то усилия. Перед тем, как засунуть стик в держатель, разогрейте его сначала. Помните сам табачный стик. И смотрите, он без проблем влазит. Гадээм! Ну и все. И он курит. А, еще поправка. Айкос не курится. Он используется. То есть вы не курите, вы используете это устройство. Он айкосится. Добра женщина легкого доступа. Но типа айкос используется. Он не курица. Он используется. Как женщина легкого доступа. Ты этого хотел? У меня есть хромакей. И я сейчас продемонстрирую, какие виды стиков есть. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот. Ну и другие цвета. Вышли еще два новых вкуса. Два новых цвета. Это бронзовый и зеленый. Я их еще не пробовал, но в следующих видосах я обязательно их попробую. Еще я постараюсь засунуть туда обычную сигарету. Лету, 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 лету. Попробовать покурить это. Или использовать. Или курить. Точно не знаю. Чем различаются все вот эти вот цвета? Начнем с золотого. Это самый крепкий вкус. Самый яркий и насыщенный. Потом идет желтый. Он полегче. Для не таких заядлых курильщиков. Использователей Айкоса. Потом, значит, синий. Он с ментолом. И purple. Фиолетовый. Он вроде как бы тоже с ментолом, но там ягодный вкус какой-то присутствует. Что плюс Айкоса? От него нет дыма. Практически нет дыма. Есть какой-то пар. Но он быстро развеивается. И практически не пахнет. То есть дым не оседает на пальцах, на волосах, на одежде. От вас практически не пахнет. Ни изо рта, ни откуда. Вот. Потом. Очень важно. Нет пепла. Я его использую прямо в кровати. То есть не нужно постоянно сбрасывать пепел куда-то. Минусы. Говорят, что от него пахнет пердежами. Эй, по вкусу совсем на дерьмо не похоже. Айкос не воняет, мать твою. От него не пахнет пердежами. Блин, попробуй. Вот вы попробуете. У кого есть электрическая плита дома? Разогрейте ее и положите туда табак от сигареты. Это процесс вот этого выпаривания. Так же будет пахнуть. Тоже самый запах. Чей зато похоже на говно. Что ты такой несешь? Табак используется натуральный. Этот табак парламентский. Вот раньше стики называли вот это хитс. Они раньше назывались парламент. Но они произвели ребрендинг. И вот назвали это хитс. Все вот это вот дело. И один мой кореш сказал, что это запах настоящего табака. Потому что его дед выращивал во дворе настоящий табак и курил его. И вот у него триггер такой с детства. Он теперь подпел Айкос. В этом выпуске я рассказал все, что мог про Айкос. Но еще есть задумки, еще есть идеи. Смотрите дальше. Будет интересней. Сказал, как унылое говно, бля. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы вдруг захотите приобрести Айкос или неделю бесплатно попользоваться. Внизу есть реферальная ссылка. Вот ее укажите. Там даже по ней перейдите. И там даже, блин, скидка вам будет. Бум-бум-бум. Забудьте, что я вам только что говорил. Для моих друзей Айкос со скидкой. А вы же мои друзья. Для вас скидка. Ссылка там. Я это делаю не ради бабла. Я это делаю ради просмотров. КРОСАЙ ТАБАК КРОСАЙ ТАБАК КРОСАЙ ТАБАК КРОСАЙ ТАБАК